На 70-м заседании районного света депутатов было рассмотрено более 18 вопросов, ключевые из них о расширении Воря-Богородского кладбища, выделении квартир для медиков поселения Нискинское и утверждение доклада общественной палаты о развитии гражданского общества. На 70-м заседании депутаты единогласно поддержали решение районной администрации о расширении границ кладбища в Воря-Богородском на 2 гектара. Важный вопрос с учетом остроты проблемы сокращения мест под захоронением. Его сопровождением занимается Управление имущественных отношений администрации. Еще одно решение депутатов затрагивает интересы жителей поселения Нискинское. Высокодефицитным врачам участковой больницы поселка Биокомбината готовятся к передаче квартиры в новостройках. Новоселье должно состояться в ближайшие месяцы. К нам обратились депутаты сельского поселения Нискинское, которые приняли решение о передаче двух квартир, находящихся в этом поселении, для врачей-педиатров, работающих в больнице Биокомбината. Переданное жилое помещение находится в новых жилых домах, которые возводятся в Нискинском сельском поселении, что абсолютно, конечно, будет радость для тех, кто там заселится. Полемику у депутатов вызвал вопрос об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования в пяти сельских поселениях. К слову, городские поселения нормативы утверждают на своих советах депутатов. А Нискинское и Медвежье-Озерское, закладывая на перспективу масштабное строительство, предлагают утвердить завышенные нормативы. Есть численность населения и количество населения по разным направлениям деятельности, условно, спорт, культура. Есть нормативы. У нас в отдельных поселениях, как я сказал, Анискино, Медвежье-Озера, есть желание увеличить, увеличить именно эти нормативы. Поэтому мы будем, конечно, всячески этому способствовать, если позволит нам действующее законодательство. Также депутаты приняли к сведению доклад общественной палаты района о состоянии развития институтов гражданского общества. Председатель палаты Александр Макаров считает документ итогом работы за год. В нём отражён анализ изменений, происходящих в структурах законодательной и исполнительной власти. Доклад размещен на сайте общественной палаты. С поддержки депутатов в Щёлковском районе на одного почётного жителя стало больше. С инициативой присвоить почётное звание народному художнику-модельеру Вячеславу Зайцеву выступила администрация района. Знаменитый Кутюрье проживает в деревне Каблуково с 1993 года. Почётным гражданином сельского поселения Огудневская Зайцев является с 2012 года. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково».